Девчонки, всем большой привет! Начинаю новый влог. Какие у меня планы сегодня? Сейчас я хочу вам всё-таки сделать обзор на мою новую чудо-технику. Обязательно сейчас возьму с собой. Потом я еду водить. У меня вождение сегодня. Мама меня подменит, сегодня приедет. Катюшка побежала. Ой, нос заложила. Хвостатик мой. Смотрите, какой хвостатик пришёл. Хе-хе, зарёстый. Смешная, не могу. Ну вот, собственно, мой новый парогенератор, помощник по дому. Бренд называется Laura Star. И сейчас мы распакуем. Ну и давайте пару слов в самом начале про наш парогенератор. Ну, во-первых, это швейцарское качество. Это максимальная надёжность. Будет служить много-много лет. И сразу хочу сказать, что тут есть вот такая вот насадка для деликатных тканей. Она идёт сразу в комплект. И с её помощью можно разглаживать нежное шёлковое платье. Или обработать шерсть, кашемир. Пользоваться парогенератором очень легко. Просто наливаете воду в контейнер, включаете кнопочку и ждёте. На самом деле, я очень оценила вот эту мощную подачу пара. Если честно, раньше не встречала, я даже не думала, что такое возможно. Разглаживает даже плотное или пересушенное бельё. Ещё сухой пар не просто разглаживает ткани. Он убивает 99% микробов, бактерий и аллергенов волокнах, которые остаются там даже после стирки. Ну и сухой пар не оставляет мокрых следов на одежде, что очень-очень важно. На самом деле, я очень долго тестировала парогенератор. Мне очень он понравился. Ну, возможно, маленький такой минус – это то, что вода достаточно быстро испаряется. И нужно доливать воду. Но, не знаю, в принципе, это не проблема. В процессе глажки берёшь, наливаешь – и никаких проблем. Ссылочку я на парогенератор оставляю в описании. Там есть, кстати, разные цвета у них на сайте. Обязательно посмотрите. В общем, всё-всё в описании. Это мой, кстати, подарок новогодний от хороших близких моих людей. Это стаканы с двойным дном. Тут два стакана для девочек и один для меня. Вот. Кстати, изображение Питер. Вот. Давайте я распакую вам и покажу. Так, эта фирма, как я поняла, вот так вот называется. Я, честно сказать, не знаю. Это подарок, повторюсь. Но вот. Вот так вот, если что. Бренд. Смотрите. Кружка с двойным дном. Кружки из фикс-прайса, которые очень тоненькие. Один у меня разбился. Помните, я вам сказала, второй я его выкинула, потому что я считаю его небезопасным. Девчонки, не покупайте вот эти кружки с двойным дном в фикс-прайсе. Не знаю. Я лично побоялась. Они могут в любой момент лопнуть, а ребёнок пьёт там что-то. В общем, я побоялась. Ненадёжное качество. Вот. А тут прям чувствуется. Прям такое толстое стекло. Смотрите, какая красота. А почему я решила, что это Питер? Не знаю. Может быть, и не Питер. Просто какой-то город. И девочкам, смотрите, это у нас котик. Походу, да? С ушками. А это Мишка. Давайте попробуем налить сюда чай и посмотреть, как это будет выглядеть. Перелила свой чай. Ну, вот так вот. Смотрите, прелесть какая. Классно. Спасибо большое за подарочки. Вот. И сегодня у меня такой очень насыщенный день тяжёлый. У меня и съёмки, и вождение. В общем-то, сейчас всё это уберу и вернусь в компанию. На всё нажалуются у меня. Что случилось? Мне двойку за домашку поставили за то, что я написала ей гелевую ручку. Да? Да. У меня там даже ни одной ошибки. Просто двойку за гелевую ручку? Да. Я вот сделала задание, нормально всё. Сделала задание, там ноль ошибок. Она даже это всё проверила. Там, как бы, нет минусов, она мне двойку поставила. А ты знала, что нельзя гелевой? Знала, но другой не было. Да было, было. Да не было. Было. У меня не было. Обидно, конечно, за... Просто за то, что гелевая, да, двойку получить. И что делать? Не знаю. Исправлять. Переписать нормальной ручкой? Да. Мама ко мне приехала на помощь, как всегда. Что бы я без тебя делала? Ну вот что? Я бы просто, не знаю... Сама бы справляла. Что бы делала? Катюшка идёт на занятия, на рисование. А я... А у меня вождение сегодня. Ну, в общем, я маму, конечно, замучила на этой неделе. Но ничего, скоро всё закончится. Да, Катюшка? Катя придёт, покажет вам свой рисунок. У неё уже целая коллекция. На самом деле, я себя не очень хорошо чувствую. Что-то у меня насморк начался. И у нас в Питере было минус 15, и стало резко плюс 3. Я проснулась, у меня головная просто боль какая-то. Не знаю, то ли я стала метеозависимой, то ли что. Но вот это резкое падение или резкий подъём температуры. Всё у нас растаяло. У нас было всё в снегу. И резко плюс. Всё подтекло. У меня вчера было ещё вождение. Ко мне мама приехала на два дня. Ну, можно сказать, на один день. Вчера вот она вечером приехала. Сегодня вечером уедет. Чтобы просто я... Вот у меня вождение два дня. И я вчера в таких тяжёлых условиях водила машину. Даже не представляете, на автодроме это было что-то. Столько снега, столько воды. Дождь. Ничего не видно в зеркала. Это парковка. Конусы не видны. Конусы все, знаете, на снегу вот так вот стоят. Всё кривое, всё косое. В общем, нормально у меня вчера такое было вождение. Практика, конечно, пригодится. Мне такая тяжёлая в жизни, уверена. С нашим питерским климатом. Смотрите, у нас клумба. Там всё просто плавает. Бассейн. Не знаю, буду кататься я по городу или нет. Скоро у меня уже экзамен. Теория. Но, честно сказать, не уверена, что я сдам с первого раза, конечно же. Но будем пытаться, будем надеяться на то, что... Мне вчера инструктор сказал, что три его ученика, все трое завалили теорию. Все. Никто не сдал. И поэтому к практике их не допустили. Кто не в курсе, да, сначала сдаётся теория, потом автодром, потом город. Пока! Только что я приехала с вождения. Принеси рисунок, покажешь, какой ты нарисовала? Вот. На самом деле мы сегодня катались по городу. Мне очень понравилось. Во-первых, мы... Чтобы вы понимали, да, это Питер. Огромный, пятимиллионный город. Пятница вечер. И мы катались по полной программе. Такие перекрёстки тяжёлые. Необычные. Вот. Катюшка у нас нарисовала. Потом она вам покажет ещё другие свои рисунки. Кто это расскажет? Пеликан! Пеликан, да? Вот такой вот. Кузатый. Наверное, налопался рыбы. Да? Хе. На самом деле перекрёстки, они... В Питере есть очень сложные. Ну, я думаю, в Москве тоже, понятное дело. Но в целом мне очень понравилось. Мне было даже не страшно. Он объяснил, как, что параллельно, естественно, у нас там была... Ну, не то, что теория, да, он задаёт вопрос. Например, вот это нерегулируемый перекрёсток. Тут нет ни знаков, ни светофоров. Вот мы хотим повернуть направо. Что, кого мы пропускаем, в какой очерёдности, да? Если мы хотим повернуть налево, если мы хотим прямо, а если вообще сделать разворот, вот нам вдруг захотелось, приспичило просто развернуться, кого мы пропускаем? А я помню в теории прям очень чётко, в какой последовательности, да? И я вот это всё ему рассказала. Он такой, молодец! Сегодня очень много меня хвалил. Говорил, что у меня получается очень хорошо. И не знаю, сколько часов у нас с ним ещё осталось. Но, безусловно, нужно ещё кататься. Кататься, хочу дополнительные часы брать. Вот. Но я прям кайфую. Сейчас активно учу теорию. Напишите, девчонки. Вот мне просто действительно очень интересно сделать опрос среди вас, у кого есть права. На какой раз вы сдали теорию? Автодром в этом город, да? На самом деле он объяснил очень много нюансов. Например, да? Когда ты сдаёшь автодром, вот там конусы стоят, да? Паркуешься по конусам, да? По городу у тебя реальные объекты машины. И там совершенно всё по-другому получается, да? То есть, например, конус на автодроме, конус угловой. Это, например, вторая фара, да? В реальной жизни. Вот я говорю, а почему они не могут поставить просто две машины? И я всё классно сдам. Зачем эти конусы? Короче, вот такие дела. Так что будем учить. Не нарисовалась ещё художница моя? Вот любительница порисовать. По поводу мебели. По поводу мебели, девочки, смотрите, какая ситуация. Ваня мне написал чётко и ясно, что в студию мне мебель везти не стоит. Я посоветовалась с адвокатом, она сказала, что в студию не вези. Она сказала, что лучше с ним не конфликтовать. И если он сказал в студию не везти мебель, значит не везти. И я начала думать, куда же её везти. Я посоветовалась со своим братом, с его женой. Его жена, получается, тоже получила ключи в новостройке, кому интересно. В Девяткино, кстати говоря. И двушка у неё. И у неё она пустая. И я у неё спросила разрешение. Она говорит, да, конечно, вези всё в мою квартиру, пусть пока временно там хранится. И я ждала, когда она получит ключи от квартиры. И это, наверное, ещё на неделе две было. Поэтому я, естественно, ему ничего не писала. Я ждала, когда она возьмёт эти ключики. Вот. И, скорее всего, я отвезу ей туда. Но потом мы, знаете, так подумали. Ребята вроде как хотят быстро уже ставить кухню и заезжать жить. И они хотят из маминой квартиры, где их комната, вывезти оттуда кровать. Короче, всё. И, по сути, освобождается там комната. И я уже решила, что всё-таки стоит, наверное, эту детскую мебель отвезти маме. Вот полностью, как они заберут кровать. Вот я жду этот момент, когда они заберут кровать, освободят комнату. И я туда загружу всю мебель. Поэтому, видите, всё так затянулось. Не так легко взять и вывезти всю эту мебель. У меня изначально был план в студию. Если бы он разрешил, я бы давно вывезла эту мебель в студию. Поставила бы и забыла. Но, видите, он не разрешил. Ваня, если ты смотришь это видео, если тебе не сложно, ты, папа, это детская мебель. Возьми и привези сам её моей маме. Она всегда там находится. Будь добр, закажи грузчиков, закажи машину и привези моей маме мебель. В первую очередь детская мебель. Не нужно грозить её выкидывать. Это просто отвратительно. Тем более, я не могу организовать вывоз мебели в любой момент. Я с двумя детьми одна всегда здесь. Я вообще, если честно, не очень понимаю его вот эту позицию агрессивную по отношению ко мне. Господи, Ваня, что я тебе такого сделала, что ты даже готов выкинуть детскую мебель, лишь бы чтобы она не досталась мне. Это просто какой-то бред. Успокойся. Вот просто угомонись. Вот. И специально принесла один документ, который я хотела бы напомнить своему бывшему мужу. Это свидетельство о расторжении брака. Нас развили ещё в сентябре. Только недавно я получила эту бумажку. Так вот, обращение к моему бывшему. Если ты смотришь этот ролик, а я знаю, что ты смотришь его, пожалуйста, отстань от меня. Прекрати меня оскорблять. Прекрати лить на меня грязь. Я с тобой прожила 11 лет. И ты знаешь, что это были не худшие годы в твоей жизни. Прекрасно это понимаешь. Ты знаешь, что я все годы была отличной мамой. Просто хорошей, замечательной мамой, которая делала всегда всё для них. Я не могла в один год стать плохой мамой. Я искренне хочу извиниться перед тобой за то, что ты 11 лет просто бедный страдал со мной. Честно сказать, если бы я знала, я бы раньше от тебя ушла, чтобы только тебе было хорошо. Я честно не знала об этом, но теперь знаю. Я просто хочу, чтобы ты хоть чуть-чуть уважал мать своих детей. Если ты будешь делать плохо мне, ты будешь автоматически делать плохо своим детям. Заруби это себе на носу. Если мне будет плохо, девочкам будет плохо. Я их мама. Еще раз покажу тебе, напомню, свидетельство о разводе. Ты мне не нужен. Я тебя забыла. Я очень хочу, чтобы ты меня забыл. У тебя есть женщина, которую ты любишь. Строй с ней отношения. Будьте счастливы. Радуйте жизнью. Получайте удовольствие друг от друга. Но ко мне не лезть ни ты, ни она. Каким надо быть, простите, идиотом, чтобы рассказать ей вообще про всю нашу жизнь. Все подробности. Ты там еще интим подробности, может быть, ей рассказала. Я думаю, ей было очень интересно послушать. Серьезно, я уже не могу молчать. Я просто сейчас говорю своей аудитории. Вот мой мужчина знает только то, что у меня бывший муж, что у меня двое детей от него. И то, что вот он так себя не очень красиво ведет вкратце. В принципе, особо никак не помогает все. Никаких подробностей нашей семейной жизни я ему не вываливала. Как можно было рассказать про меня, своей и нынешней женщине, все подробности. Я прям вижу, как вы сидите на кухне с чаем, с плюшками, с бубликами, и рассказываешь ей, а вот она такая, а вот она сякая, а она мне не гладила, а она не убирала, а она еще полы не мыла. Это просто такая дичь. Я не думаю о тебе. Я не думаю вообще о твоей персоне никаким образом. Я понимаю, что нас связывают дети, и так получилось, что мы в любом случае будем контактировать. Но для того, чтобы это сделать, тебе нужно немножечко набраться мозгов и все-таки наладить со мной отношения. А не грозить опекой. За последнее время Ваня мне не написал ни одного адекватного сообщения. Только какие-то оскорбления, только какие-то наезды, угроза опека. Это как вообще понимать? Целый год я писала Ване о том, чтобы он брал детей. Целый год у меня есть переписки. Я его просила, бери девочек, гуляй, бери к себе домой. Ответ у него был один. Я не могу, я работаю, я занят, пока не могу и так далее. Сейчас вдруг ему резко захотелось брать детей. Прошляпил год жизни, когда уже девочки от него отвыкли, когда уже Настя вообще не хочет. Я говорю, с ночевкой они кричат, что они не хотят к нему в гости. Ты прошляпил год жизни, и сейчас ты будешь пожинать плоды. От того, что ты сейчас так себя ведешь, повторюсь, ты делаешь хуже только себе. Помню тот момент, когда он прошляпил, не знаю, месяцев 9 и не брал детей. И по своим каким-то причинам, да, вот он там писал, что гости мне сейчас не нужны в моем доме. Гости, это подразумевались дети его родные, у меня есть коренные. Когда он пришел, я говорю, слушай, ты должен мне сказать спасибо за то, что твои дети накормлены, обуты, одеты, чистые, веселые, счастливые дети. Он уже гордый, он спасибо, вот так вот сказал. А сейчас я плохая мать. Сейчас он заявляет о том, что его дети больны. Каким надо быть человеком, отцом, чтобы называть своих детей больными? Это без комментариев, девочки. Я терпела, я, честно сказать, я долго молчала, но я не могу уже просто вот... Это такой бред. Если у ребенка появляется какая-то проблема, мать и отец берут и идут решать эту проблему, лечить. У Катюшки появилась проблема. Я записалась к врачу. У меня есть переписка. Я вызвала врача, я ему это все сказала, но я заболела ковидом. Я легла с ковидом на две недели. В тот день, когда должен был прийти врач, и мне приходит результат анализа, потому что я положительная. Я пишу врачу, у меня тоже есть эта переписка. Ванечка, если тебе интересно, я потом покажу. Если ты не веришь, я отменила заказ, потому что я ковидная. Я две недели лежала с детьми. Мама сразу уехала домой. Две недели я лежала с детьми одна. Ты бы хоть, сука, фрукты принес детям. Зная, что я ковидная, зная, что мне плохо, зная, что мне нужно ухаживать за нашими детьми. Не за моими, за нашими детьми. Ты никак не помог. Не поставил продукты под дверь. Никак за год, сука, не помог мне с детьми. Ты после этого говоришь, что я плохая мать, что я запустила детей, что они какие-то больные. Это ты болен на всю свою больную голову. Как только мне пришел тест отрицательный, он мне пишет о том, что он Катю записал к врачу. На что я ему сказала, что Катя хочет идти к врачу с мамой. Она и так боится врачей. Во все 9 лет жизни я всегда сама водила к врачу детей. Я это делала все годы. Оттуда вдруг он решил ее сводить. Живот естественный. Она сказала, что я с папой не пойду, я хочу с мамой. И я ему это написала. Сказала, давай, говори адрес, куда ехать. И перечисли мне деньги. И я туда отведу. Он мне денег не перечислил. И я ему сказала, что я отведу ребенка сама. Все, отменяй запись. Я тоже могу куда угодно кого записать. Сделал он мне одолжение и записал ребенка к врачу. Деньги давай. Деньги дай, сука, на врача. Дай денег. Я говорю, деньги переведи. Знаете, что он мне ответил? Сначала своди ребенка, а то опять жопа заболит и не пойдешь никуда. Жопа заболит. Две недели с ковидом лежало. Опять жопа заболит. То есть вы понимаете, насколько человек неадекватный? Я ему написала, отменяй запись и все. Ну, в ответ он написал о том, что ты угробишь детей, сама не ведешь и мне не даешь. Не забудь сказать врачу, что ребенок не ходит в сад и не гуляет, а целыми днями в планшете играет. Жди весточки из опеки. И после этого он удивляется, что я не хочу давать детей ему на выходные. Он неадекватный. Его женщина тоже неадекватная, которая вообще влезла, сука, в наши отношения. И строчит еще всем там, строчит во всем интернете, что-то отвечает там просто, что-то насчет студии, насчет что-то. Ты, сука, кто такая? Кто такая? Да если бы я увидела тебя вживую, да я бы тебе такое нарассказала, что ты бы охерела, собрала бы ли чемоданы и свалила бы в свою деревню, блин. У меня с такими людьми разговор короткий. Учти, если я тебя встречу на улице, а я рано или поздно с тобой познакомлюсь, солнце ты мое. Мы с тобой поговорим. За четырьмя стенками спряталась там и сидит. Хочу подвести итог. Дамы и господа, парочка под именем Иван и, как там твою женщину зовут, отвалить от меня. Вы мне нахер не интересны. Вы мне не интересны. У вас настолько скучная жизнь, что вы, блядь, перемываете косточки мне. Ну перемывайте, перемывайте косточки. И ради бога, если вам нечем заняться, и, блин, не знаю, займитесь сексом хотя бы для начала. А какой тут вывод можно сделать? Тут ненависть, негатив, неравнодушие к моей персоне. Блин, с его стороны и не только с его стороны. Поэтому я просто хочу обращение к моему бывшему. Отвали. Вот. Бумажка о разводе. Ты мне, сука, никто. Отвали от меня и не трогай меня. У меня есть еще пару слов. Вот он говорит, что ребенок сидит дома. Это я про Катю говорю. Она не гуляет. Она не занимается. Она бедно сидит целыми днями в планшете. Она не ходит в сад. Мне просто интересно, знаете, его позиция, когда Настя не ходила в сад, когда вы вместе жили. Он слова не говорил. Он считал, что это норма. У меня Настя пошла, блин, почти в пять с половиной лет в садик. И ничего, здоровый, адекватный, хороший, прекрасный, умный ребенок. А Катя не ходит в садик. Сука. Больной ребенок. Я с ней не гуляю. Гуляю. По возможности гуляю. Ванечка, милый мой, дорогой Иванушка, дурачок, если ты забыл, я тебе напомню, я одна их содержу. Одна. Я одна содержу наших детей. Помимо того, что мне нужно заниматься ими, мне еще нужно зарабатывать деньги. Ты детей не водишь на прогулки. Ты Настю не забираешь из школы, запрета не было никакого. Ты с ними не гуляешь. Ты не приходишь домой ко мне, запрета тоже ни разу не было. Тебе сказало, у меня есть сообщение, где я написала, ты можешь прийти в любой момент ко мне домой, с ними общаться. Ты можешь читать им книжки, ты можешь их развлекать. Бля, где твоя жопа? Не вижу. Ау, Ванечка. Ой, что-то не вижу. Нет у меня на пороге тебя, нет у твоей персоны. Я не вижу, чтобы ты приходил хотя бы два раза в неделю к Кате и читал ей книжки, сказки читал, не знаю. Учил с ней алфавит, обучал ее, водил на прогулку. Кто с Настю из школы забирает? Кто? Привидение, что ли? Привидок. Мы с Катюшкой ходим каждый день. Пять дней в неделю ходим, забираем Настюшку из школы. Кто это делает? Мы с Катей. Не ты, блин. Ни двоя мама, которую не видно, не слышно, за год ни разу мне сообщение не писала, не позвони. Не было запрета никакого. Бедный ребенок сидит дома в планшете. Девочек спрашивала, когда они были в последний раз у тебя дома, что они делали. Катя с тобой играла в Mortal Kombat, Настя тоже с тобой, Настя играла в Roblox с подругой онлайн. Это они у тебя так занимались. Тоже. Что-то они не сказали, что ты им книжечки как-то читал. Если ты считаешь меня плохой матерью, что я запустила ребенка, что она бедная, сидит, деградирует. Ты знаешь, я тебе просто хочу сказать, что твой ребенок уже вовсю читает. И ты просто об этом не знаешь, потому что тебя нет рядом. И мне еще нравится, что он говорит, вот ей деньги, деньги, деньги. Да! Да, Ваня! Для того, чтобы водить детей на кружки, нужны и деньги. У меня, ты знаешь, огромная статья расходов. Это аренда. Я плачу аренду для того, чтобы твои дети ни в чем не нуждались. То есть, у меня нет возможности водить детей на кружки. У меня нет возможности. Я вот недавно Катюшку только записала на рисование. Ты тоже об этом не знаешь. Отдала там сумму денег. Я тебе, если надо, чек скину. Вот. Хочешь мне, можешь перевести половину, да, если посчитаешь нужным. Я не знаю. Мы ходили в фитнес. Тут хотела я девочек на бассейн. Мне сказали на одного ребенка там 14 тысяч. Давай, переводи мне 28 штук. Я отдам прямо сейчас их в бассейн. Будешь сам их туда водить два раза в неделю. Я говорю, я все узнала. Гони бабки, и тогда твои дети будут по максимуму загружены. Почему я говорю? Гони бабки. Бабки-то гони, и твои дети будут по максимуму загружены. И ты еще их будешь возить два раза в неделю на рисование, два раза в неделю в бассейн. Пожалуйста, я тебе даю полномочия. Делай. Так вот, я только за. У меня будет, наконец-то, свободное время. Я бы также девочек записала бы на гимнастику спортивную, куда они у меня ходили. Ты мне денег не давала, они тогда ходили. Я сама платила 14 тысяч в месяц. Давай мне бабки, я их запишу на эту гимнастику. Ты будешь их возить. И в то время, когда ты будешь их возить, когда ты будешь, наконец-то, участвовать в их жизни, давать деньги на все вот это, я буду заниматься своей личной жизнью. Я буду ходить на свидания со своим мужчиной. Я буду, не знаю, ходить по магазинам и, наконец-то, жить. Потому что я не вижу ни денег, ни то, что ты вообще присутствуешь в жизни детей. Так что варежку свою захлопни. И пока я не увижу денег, лучше ее не открывай. Вот. И твои дети абсолютно здоровые, прекрасные, две замечательные девочки. И это не потому, что ты приложил к этому руку, а потому, что я такая хорошая. Твои дети замечательные, умные. Просто это лучшие дети на свете. Естественно, для каждой мамы. Для каждой мамы так оно и есть. Согласитесь, да, зрители, со мной. Просто извините, что я такая сегодня эмоциональная, но так оно и есть. Для каждой мамы ее ребенок это... Вот Катя. Я сводила Катю к врачу. Ребенок абсолютно здоровый, прекрасный ребенок. А то, что у нее есть какие-то проблемки, ну, вот так, знаешь, бывает. У Кати небольшие проблемки. И лечить их не нужно. А вот тебе нужно реально лечение. Обратись к специалисту. Еще раз повторюсь. Тебе нужен специалист. И свою даму тоже туда забери. У вас у обоих едет крышняк. Обратитесь к специалисту. Пока не поздно. Пока все. Тебе отдельный привет, придурок.